МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Всем внимание! Женщина на подходе! Юлия Тихомирова, 33 года. Бухгалтер в строительной компании. Замужен, детей нет. Подозревает супруга в неверности. Здравствуйте. Я Денис. Дима. Слушаем вас, Юлия. Рассказывайте. Мы с мужем женаты уже 5 лет. Дело в том, что полтора года назад у него умер отец. Оставил ему у наследства дачу. Я туда не особо езжу, потому что я все эти дачные дела не люблю. Так, и что? Сейчас ведь не сезон на дачу-то ездить. Анатолий туда вот ездит. А вы откуда об этом узнали? Ну, я как-то просила Толю подвезти меня по моим делам. Он говорит, ты убей адрес навигатора. Я начала убивать адрес. И вот смотрю, выскакивает адрес дачи. Я говорю, слушай, а ты что, на дачу что ли ездишь? Почему здесь адрес? Он такой, типа, вот, там навигатор все запоминает. Ну, действительно, запоминает адрес. Может, он у него в избранном добавленном. Ну, тут просто еще один случай был. Позвонила Надя. Она где-то, наша соседка по даче, и говорит, о, вы приехали, заходите ко мне на рюмочку чая. Я, в смысле, она говорит, ну как же, вот Толя на машине стоит. И вот с тех пор как-то мне это не дает покоя. Ясно. Но Анатолия спросили о том, зачем он туда ездит? Я после этого его спросила, но он начал на меня орать. Да ты мне уже надоела с этой дачей. Да я к чертовой матери больше не буду туда ездить. Мне это очень странно показалось. Понятно. Ну что? Давай заберем все. Точно? Конечно. Давайте тогда завесим автомобиль на Анатолия. На вашей даче установим камеры. Хорошо. Хорошо. Мы будем работать и выйдем на связи. Спасибо. Счастливо. Женщину не ведем, но вообще она на нервах. Откроем дачный сезон? Родновато, конечно. Ну, а вот что поделать. Такое дело. Давай разберемся. Ребята, на летучку собираемся, короче. Открываем дачный сезон, как боссы сказали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но в этот день мужчина остался дома и никуда не поехал. Мы увидели его только на второй день наблюдения. Мы во дворе. Так, вот этот вот мужик. Анатолий Тихомиров. 39 лет. Начальник экспедиционного отдела в логистической компании. Женат, есть сын от первого брака. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Прикольно, у нее очаги, как у Липса. Да, да. Что-то есть в них вообще. Летучая группа, введите объекты, перемещение их докладывайте. И группа обвесов ждет от вас отмашки. Да, все сделаем. Только четко сделайте. Сделаем четко. Да, картинка из машины есть. Звук не слышу, кстати, пока. Ну, сейчас, может, будет. В сторону работы он движется. Можем начинать с обвеса. Как только мы убедились в том, что Анатолий едет на работу, группа обвеса приступила к установке оборудования на даче Тихомировых. Красавцы, парни. Дима, прием. Да, Олег, дома все? Дом закончили. Да, как видишь, более чем обжитой. Да, не забудьте улицу завесить тоже. Ага, хорошо. И на ворот обязательно, на входной, так сказать, группу обязательно сделаем. Принято? Все верно. Спасибо, Олег, за адекватность твоего. Первая на улице есть. Вижу вторую. Есть ворота. Все, уходи, уходи, уходи. Есть ворота. Очень хорошо, что группа обвеса оперативно справилась со своей работой. Ведь Анатолий очень недолго пробыл в офисе и уже в районе обеда приехал на дачу. Юлия оказалась права. Ее муж действительно часто ездит на дачу. Но это еще не доказательство его измен. В этом деле у нас все идет по плану. Под контролем и дача Анатолия, и его машина. Как говорится, мышь не проскочит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Показываете? Да, вижу, девушка заходит в дом. Переключайте на дом. СТУК В ДВЕРЬ Есть дом, есть дом, она стучится. Привет, моя. Ты что, хотела? Надежду, он назвал эту соседку. Заработы пробуливаются. Сейчасик. Следим за отношениями. Зачем Юльке звонила? Слушай, ну я не хотела тебя... Нормально, он ее отчитывает. Так вот она какая, соседка Надежда, которая докладывает нашей заявительнице о визитах Анатолия на дачу. Еще немного, и мы узнаем, какие отношения у нашего подозреваемого с этой женщиной. По-моему, она уходит. Наша команда ведет наблюдение за Анатолием Тихомировым по просьбе его жены Юлии. На данный момент Анатолий на даче, и в гости к нему пришла соседка Надежда. Что их связывает? Скоро узнаем. Ну ты извини, правда, я тебя наставлю. Они вместе куда-то. Я как-то не могу было. Случайно, когда-то куда-то исчезли. Еду туда. Летучая группа, как у вас с готовностью отправиться в путешествие? Да сидим, в машине уже. Давайте ждите, он выходит, собирается куда-то ехать. Идем его. Ну ты еще приедешь? Увидели их на улице. А что? Ну посидели бы, чайку попили. Посидим, моя хорошая, конечно, посидим, обязательно. Ты не пропадай, звони. Соберемся, Надь, хорошо. Ну он прям елейный, конечно. Сейчас просто, извини очень. Складывается впечатление, что Анатолий хочет побыстрее избавиться от общества назойливой соседки. Да и нам визит Надежды, похоже, помешал. Она буквально спугнула его, и мы не смогли на этот раз выяснить причину приезда подозреваемого на дачу. Анатолий в этот день вернулся домой. Ничего интересующего нас зафиксировано не было. Наступил третий день наблюдения. До обеда подозреваемый был в офисе, а потом куда-то поехал. Походу парковаться будет, во двор какой-то заехал. Продолжаем наблюдение. Да, вот встал на аварийке. Так, ребят, отправьте пешехода на всякий случай. Да вот, вроде, к нему уже подходит девица какая-то. Да, тогда отбой с пешеходом. Звук из машины нужен. Привет, Юшка. Привет, Толь, как дела? Есть. Ирочка, он ее назвал. Ирочка. Ну чего, поедем? Да, сейчас устрою на авиатор. Слушай, ты не знаешь, куда ехать? Да нет, я постоянно на авиатор езжу. Да? Ну, пешмотки, объезжать так проще. Поверните направо, а затем поверните направо на Игнатьевскую улицу. Так, ну, адрес нам известен. Примерно. Как ты вообще? Как жизнь была в твоем? Да хорошо, говорю. На удаленке классно. Не надо никуда ездить. Ну вот, будешь там на удаленке работать. Ну да, да. Еще я спокойствую. Движутся они, мне кажется, в сторону дач пока по предварительным признакам. Да, похоже на то. Готовьте ролейку на дачном участке. Мы готовы. Переключите на участок. Подозреваемый вместе с некой Иришей приехал на дачу. Возможно, это ее визит вчера пресекла бдительная надежда. Но сегодня почему-то Анатолий ничего не боится. Какие отношения у него с Ириной, нам пока непонятно. Но по дороге они говорили только о работе. Видимо, коллеги. Ой, замечательно. Сейчас так небольшой, но очень удобный, компактный. Мне очень нравится. Ну, пошли в дом. Угу. Закажу. Мне каждый раз говорить, на какие камеры переключать? Дим, тут связь плохая. Врубаем тебе дом. Есть картинка. Есть картинка. Про связь не надо мне чесать. Какое отношение это к камерам имеет? И камин тут есть. Обалдеть. Да, он будешь вечерами сидеть в работе каминчика, распавишь. Обалдеть, предположить, он что-то сдает ей дом, что-то. Не нравится. Слушай, Том, это вообще огонь. Да, пошли на второй этаж. Ага. Я покажу, там у меня две спами. А может быть, и продает. Ребята, еще один такой затуп, и сегодня игра на вылет будет. Мы включаем тебя второй этаж. Есть картинка? Есть картинка. Вы меня поняли? Да, поняли. А симпатичненько там, да? Слушай, как здорово, как мне нравится. Слушай, Толь, а может, ты скинешь мне одну по дружбе? Мы точно какие-то финансовые злобы. Мы говорим, мы хорошие, разберемся. Может, на чужие люди тоже. Скинешь? О чем вообще речь? Анатолий сдает этот дом в аренду Ирине? Или вообще продает? Пока непонятно. Продолжаем наблюдение. Ох ты, как же я тут без мужика, одна, на такой даче, на таком доме. Ну, не переживаю. Буду приезжать. Да? Буду приезжать. Буду приезжать. Всем внимания, во дворе на дороге появилась надежда. Могут столкнуться во дворе они. Ну, мне очень понравилось. Классный дом. Так что... Она заходит на участок. О, Толя, привет. Надя, привет. Здравствуйте. Приехала ты? Слези. Ну, да. Я ж не сказал. Иду мимо, смотрю, машина твоя стоит. Там познакомчик Олега по работе, Ирина Надежда. А Иринка Олегу, он такое представил. Решила забежать. Да, извини, мы уже торопимся. Конечно. Заехали. Едьте. Не надо. Слушайте, ну, это тут как тут. Опять возле дома Анатолия появилась вездесущая надежда. Что ей возле этой дачи медом намазано? Взаимоотношения Надежды и Анатолия нам еще предстоит понять. А между Ириной и подозреваемым отношения, похоже, только товарно-денежные. Видимо, Анатолий продает дачу. Знает ли об этом заявительница? Как бы то ни было, наш подозреваемый довез Ирину до Москвы. По дороге они обсуждали подробности будущей сделки. Потом Анатолий вернулся домой. Четвертый день наблюдения. Проходит он по обычному сценарию. С утра Анатолий был на работе, а сейчас едет в сторону дачи. Что у него там запланировано сегодня? Подъезжает к даче сгнула. Мы за ним сворачиваем, готовьте оборудование в доме. Мы готовы. Прибирается, что-то по хозяйству здесь. Может, ждет кого? А как женщина? Дим, прием, тут, походу, Надежда на улицу. Это не Надежда, Надежда выше. Обознался. Постучал она в дверь, он открыл. Катюша, солнышко, заходи. Катюша, эту женщину зовут Екатерина. Катюша, жизнь. Класс. Да. Ну вот, такая банальная развязка этой истории. К Анатолию очень обыденно пришла некая Екатерина. И началось. Единственный вопрос задал подлец своей любовнице. Твой сегодня будет? Ответ, он на дежурстве его очень устроил. Да, Дим. Привет, Дэн. Привет. Ну, все-таки изменяет наш мужичок. А, понял, понял тебя. Сейчас пришла к нему некая Екатерина. Поднялись на второй этаж. И, собственно говоря, все началось. Ну что, печально это все? Согласен. Я, знаешь, что подумал? Давай я Колю отправлю сейчас за заявительницей, а ты приезжаешь сюда, чтобы время не терять. Слушай, знаешь, она такой человек, что я бы, наверное, все-таки лично с ней увиделся. Давай-ка я сейчас за ней поеду сам. Вот. И мы приедем тогда уже на место. Давай, хорошо. Ладно, до встречи тогда. Давай, до встречи. Все верно. Она в том доме живет. У нее муж мент. Это... Вот это интересная информация. Чем она думает? Это ее проблема уже, я думаю. Они даже не спускались на втором этаже. В спальне. В спальне. Пойдемте. Сейчас, конечно, может быть. Мило. Силища. Ребята, где у нас? Также на втором этаже все? Да, они пока там. Свет выключен. Супайте вы, прям классно. Ну, а деревянный дом, он, конечно, весь скрепит. А ну, убирайся отсюда. Ох, я тут тоже. Я, ты, 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 ты. Убирайся. Ребята, вы что? Ты же в своей квартире. Едешь за свой... Я так и знала. Я так и знала. Давай расскажем. Программа «Опасные связи». Знаешь, чем занимаемся? Размешивая программа. Разгушай, чем занимаемся. Я не хочу слушать. В вашем доме установлена камера, которая за 4-4-5-10 происходила. Понимаешь? Раньше надо было пломать. Холдомония есть, тихо. Ну, это вообще балаган какой-то. Что за ерунда не плывет? Что здесь, что за... Ну, как ты развлекаешься, попала на скрытые камеры. Что? Буду сувать свой, да? Да, 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 да. Понимаешь? Берите. Ты что здесь цепь устроила? Как и вы, всплыли, вот, и правда вместе с вами. Понимаешь? Пойдемте вниз. Вниз. Спустимся. Подышать, подышать. Правильно, Денис, уводи ее. Я до последнего не верила, что это... Пусть в себя придет немножко. Что такое может быть? На две группы разделились. Что же муж? Мне это вообще, чем она думает? Полицию вызовем. Валите отсюда. Полицию вызовем. Давай, может, муж приедет. Дружище, это моя личная жизнь. Побери камеру. Вы что делать будете? Я ничего, я перед вами не обязана отчитываться. Выйдите отсюда вообще. Пойдемте, ребята, выйдем отсюда. Тут у ребят и так проблем теперь достаточно. Готовимся к выходить. Раз, игрыш. Это цирк, вы что? Вы все говорите, цирк, цирк. Вы что здесь с цирком вообще? Что здесь с цирком? Это нормально? Друг друга. Расскажи, что это нормально. Да нормально, а почему? Пойдемте, ребята, отсюда. А то, не дай бог, таким нормальным станем тоже. Покидаем, так и сейчас. Денис вас заметил. Да, не получилось. И я думаю, что Юрий точно сейчас лучше уехать отсюда, не видеть это своими глазами. Он сказал, что все нормально. Нормально? Это нормально, да. Что нормально? То, что он с ней... Нормально? Ну, наверное, да. Видимо, да. Ну, продаст, может, этот дом. Это он сказал? Да, он продает его. Я вообще ничего не знаю, что происходит у него в голове. Ну, теперь у вас есть информация. Может быть, сейчас сегодня лучше продать дом. Это будет... Сделать, что хочет, это его дом. У меня он больше жить не будет в моей квартире. Поехали, сейчас немножко придем в себя. Еще пока до города заедем. Давай. Давай. Денис, увозят наявительницу. Слушайте, камера-то как нам снимать? Разберемся. Стоп. Юлия этой же ночью выставила вещи Анатолия из своей квартиры. Он пытался жить на даче, но когда муж его любовницы узнал о случившемся, Анатолий исчез в неизвестном направлении. Дом он продал, но не Ирине. Анатолия. 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 Пetes.